Добрый день! В Нижнем Новгороде 2 часа дня. Горький ТВ с последними новостями. Транспортные карты на 90 минут появятся в Нижнем Новгороде в июле этого года. Стоимость карты пока неизвестна, но уже известно, что она позволит в течение полутора часов неограниченное количество раз пользоваться всеми видами общественного транспорта, в том числе и метрополитеном. Купить их можно будет с 25 июля. Предполагается, что проездной можно будет приобрести в кассах метро, киосках Союзпечати, пунктах продаж на площади Минина, а также непосредственно в самом общественном транспорте. Группа ГАЗ представила новые автомобили УралНекст. Как сообщает пресс-служба предприятия, новинка продолжает развитие модельного ряда автомобилей поколения Некст, производство которых стартовало на предприятиях холдинга в 2013 году. Грузовики УралНекст расширяют также модельный ряд автомобилей Урал. В модернизированных моделях будет новая трехместная кабина с широкими подножками для входа, пневмоподвеска для водителей, улучшенная термошумоизоляция, а также герметичность и новая приборная панель с бортовым компьютером. Дмитрий Головин и Максим Кривошеев покидают баскетбольный клуб Нижний Новгород. Руководство команды приняло решение не продлевать закончившийся контракт с баскетболистами и воспользоваться опцией расторжения контракта. Защитник Дмитрий Головин прошел с Нижним Новгородом долгий путь от победы в Суперлиге Б до дебюта в Евролиге. Максим Кривошеев помог команде успешно выступить в самом престижном европейском турнире и дойти до полуфинала Единой Лиги ВТБ. В завершение о погоде. Сегодня днем в столице Приволжья ожидается плюс 22-24 градуса, будет облачно, небольшой дождь. Ближе к вечеру плюс 17-21. Переменная облачность и без осадков. Всем приятного дня. Смотрите и читайте Горький ТВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА